Здравствуйте дорогие наши подписчики и все кто нас смотрит. Сегодня тема интересная, поскольку мы написали моим котлеткам 47 лет. Очень интересное название, согласна, но почему они такие старые? Да дело в том, что 47 лет назад я вышла замуж. Мне было 18 лет и котлеты я сделала на следующий день после нашей свадьбы. Правда муж их не кушал, ну и они конечно были не те, которые за столько лет замужества. Поэтому сегодня самые-самые вкусные, быстрые, как говорится, лилеяные котлетки. Если скушаешь котлету, будет доступ к интернету. Приступим. Субтитры сделал DimaTorzok Существует и вкус котлет всегда зависит от их состава. В данном случае я имею здесь три вида мяса. Это свинина, телятина и говядина. Один из моих секретиков, посмотрите, я наливаю немножко минеральной воды. Она с газом. Для чего я это делаю? Для того, чтобы котлетки были сочные, пышные. Очень никакой жидкости сюда мы не добавляем. Мне под видео я написала, что мы заливаем только водичкой, не молоком. Вот 100 грамм водички, вполне достаточно. И это должно быть вот так вот сверху немножко. Булочка должна быть несколько дней. Так, черстенькая немножко. Мы вот в блендер опускаем наше промочившееся хлеб. Сразу скажу вам, смотрите, ни грамма воды не осталось. Это замечательно. Практически ничего сжимать не надо. Перед тем, как я начну жарить лук, я хотела вам показать такой лайфхак. Я кладу вот кусочек, как хотите его называйте, подкладочку. Купила я ее на интернете. Кладу прямо в горячую сковородку. И на горячую сковородку и горячую вот эту подстилочку я наливаю масло. Это масло будет для жарения лука. Только вот так, чтобы покрыла сковородочку. Я всегда это делаю, это очень удобно для того, чтобы ничего не подгорало. А сейчас моей помощницей я, мы будем сбрасывать лук вот таким образом. Для того, чтобы лук был сочным и очень хорошо закристаллизовался, мы посыпаем его слегка сахаром. И вот так немножко посыпаем сверху. Продолжаем на таком же большом, достаточно большом огне, для того, чтобы не терять много на это время. Один из моих секретов, это обязательно хмелью с унелью. Я немножко, я не в фарш его добавляю. Я добавляю его с лучком. Солим наш фарш. Вот так и всегда потихонечку, чтобы не пересыпать. Очень хорошо. А как вы видите, засыпаю только чайную ложечку сверху кукурузного крахмала. Он вкуснее к мясу, идет лучше, чем картофельный. И две чайные ложечки майонеза. Можно три. Мясо немного. Мясо, кстати, у меня полтора килограмма. В миксер я обязательно добавляю вот так вот горсточку укропа. Горсточку, это листики сельдерея. Если не любите, можете не класть. Я уже говорила, что все по вашему вкусу. И, конечно, вот так горсточку петрушки. Необъятновенное сочетание зелени. Так, вот лучок уже у нас пожаренный. Почему я его жарю? Тогда наверняка, во-первых, это вкуснее, чем сырое. Во-вторых, я уже объясняла, не будет неприятного острого запаха. Пока вы кушаете котлетку. Я перекладываю это все в блендер. Так, смотрите, я наливаю немножко сюда воды. Опять-таки минеральной. И мы будем все это мешать в блендере. Я хочу вам объяснить. Майонез, например, всегда, когда я готовлю мясные блюда и рыбные блюда, я всегда добавляю майонез в сочетание с луком. Но немного. Поэтому, когда я уже посолила, поэтому мы солим меньше. Из-за того, что майонез уже соленый. Училась наша красивая смузи, как я называю. И мы будем именно помешивая и заливать его в котлетки. Когда вы привыкнете и набьете руку, это будет все очень быстро. Hey everyone, I'm making flat cutlets with my grandma. Yay! Смоченным ножом мы сейчас просто приблизительно определяем, какого размера у нас будут котлеты. Все готовы. Продолжение следует... 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 Народимся От души От души Молодец